Смотрите сегодня в выпуске «На шаг ближе к Украине» в первом чтении принят закон об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях. Защита патриотов. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дела по факту незаконных обысков на полуострове. На пути к конфискации. Арестовано имущество экс-сотрудников прокуратуры Крыма, которые перешли на работу в оккупационные спецслужбы. Разбился самолет. Под Севастополем 4 ноября разбился настоятель одного из храмов с прихожанами. Выставка для киевлян. Известный украинский художник-харьковчанин Роман Михайлов посвятил одной из своих работ депортации крымских татар. 5 ноября Верховная Рада Украины приняла законы про статус беженцев и защиту иностранных граждан, что приближает страну к безвизовому режиму с Европейским Союзом. Однако следующий законопроект об установлении факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях вызвал не только горячее обсуждение, но и эмоции. Несмотря на то, что представлял его лично министр юстиции Павел Петренко. Те наши украинские граждане, которые хотят получать легитимные документы про народжение и смерть, и про регистрацию актов цивильного статуса, смогут вернуться к любому судовому органу на территории Украины. И протягом 24 часа получат решение суду, которое будет констатовать факт, юридично значимый факт о народжении и смерти. Эти решения будут регистрируются в любом раксе по всей территории Украины. Чтобы упростить жизнь украинцев с оккупированных территорий, требуется внести изменения в гражданский кодекс. Однако с таким решением проблемы согласны не все народные избранники. У нас территории Крым и Донбасс, они темчасово оккупованы, или они уже не всегда оккупованы? Если они темчасово оккупованы, почему мы вносим изменения в цивильный процессуальный кодекс, а не в закон про особый статус оккупованных территорий? Один из авторов законопроекта, глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич согласился, ошибки есть. Но их обещают исправить ко второму чтению. В итоге законопроект приняли в первом чтении. Он поможет жителям оккупированных территорий не только минимизировать проблемы при установлении факта рождения или смерти в Крыму или Донбассе, а также иметь в будущем возможность посещать страны ЕС без виз. Ряд уголовных дел по факту преступлений против патриотов Украины возбудила прокуратура автономии. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о серии обысков, проведенных у родных владельца телеканала АТР Ленура Ислямова. На принадлежащих ему предприятиях у экс-директора Эльзары Ислямовой и экс-замгендиректора АТР Лилии Буджуровой. Главк МВД Украины в Крыму, который возобновил свою работу на материке, по указанию прокуратуры АРК открыл уголовное производство. Дело открыто по факту обысков у родителей Ислямова и на предприятиях по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 Уголовного кодекса. Это нарушение неприкосновенности жилища и статьи 170 «Препятствие законной деятельности профсоюзов, партий, общественных организаций». По факту обыска у известного журналиста Лилии Буджуровой, у которой отобрали оргтехнику и телефон прокуратура АРК, открыла уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 «Нарушение неприкосновенности жилища» и по статье 187 «Разбой» и статье 171 «Это препятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Прокуратура АРК отмечает, все эти противоправные массовые обыски свидетельствуют о наглости действий агрессора, в попытках всеми возможными методами остановить протестное сопротивление оккупационной власти и абсолютное игнорирование норм права. Прокуратура автономии обещает и в дальнейшем принципиально реагировать на такие факты. Ни одно преступление на территории Крыма не останется без наказания, подчеркивают правоохранители. Арестовано имущество экс-сотрудников прокуратуры Крыма. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей ГПУ и наложил арест на недвижимое и движимое имущество подозреваемых в госизмене. Речь идет о 10 автомобилях, 20 объектах недвижимости. Среди них есть квартиры на материковой части Украины в Киеве, Херсоне, Кривомроге. Как сообщается на сайте ГПУ, ориентировочная стоимость арестованного имущества приблизительно 18 миллионов гривен. Напомним, уголовное дело по обвинению в госизмене 413 экс-работников прокуратуры Крыма было возбуждено в конце февраля 2015 года. Речь идет о прокурорско-следственных работниках, которые перешли в незаконно созданную оккупантами прокуратуру. Всем им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией. Легкомоторный самолет разбился в Кировском районе Крыма. Погибло 4 человека. Частный самолет «Сесна» был закреплен за аэродромом «Коктебель». На нем обычно совершались развлекательные полеты для туристов с горы Клементьева, сообщают правоохранительные органы. Авария произошла 4 ноября около 18 часов вечера по московскому времени, неподалеку от поселка Отважное. Причины крушения пока неизвестны. За штурвалом был пилот с 20-летним стажем, начальник летной службы крымского предприятия Центр планерного спорта «Коктебель» Олег Сокол. Пассажирами оказались настоятель Святопокровского храма в Судаке отец Никон и двое прихожан храма – мужчина и женщина. Росавиация утверждает, сейчас проверяют, были ли у Олега Сокола российское пилотное свидетельство и сертификат летной годности воздушного судна. Украинское свидетельство у него было. По словам начальника Южного теруправления Федерального агентства воздушного транспорта, в 17 часов по московскому времени с аэродрома «Коктебель» доложили о том, что полеты закончены, а «Сесна» вылетела незаконно в 17.25 в неизвестном направлении. Информацию о несогласованности полета проверяют правоохранители в рамках дела, возбужденного по факту гибели людей. Коллеги Олега Сокола отмечают, пилот и священник дружили. Отец Никон давно был увлечен самолетами. Водил на гору Клементьева детей из воскресной школы. Они вместе конструировали и запускали модели. Как сообщает агентство новости Крыма, со ссылкой на мужа погибшей в трагедии Тамары Беляй, пассажирами «Сесны» должны были стать восемь детей из кружка авиамоделирования при храме. Но половина ребят из группы заболела, и этот полет отменился. По словам одного из свидетелей катастрофы, местного пастуха, самолет от удара о землю не загорелся. Судя по бороздам торможения, отмечает агентство новости Крыма, «Сесна» летала в направлении аэродрома на горе Клементьева. Двух погибших от удара выбросила из самолета, еще двух зажала обломками, и их тела пока достать не удалось. Известный украинский художник, харьковчанин Роман Михайлов посвятил одной из своих работ депортации крымских татар. Инсталляцию под названием «Радив. Последний ребенок». Он представил в арт-галерее «Пинчук-арт-центр» в Киеве. Идея ее создания, по словам художника, возникла после прочтения им книги британской писательницы Лилии Хайт «Желанный край», посвященной истории депортации. Создать художественную инсталляцию на эту тему Михайлова вдохновил один из эпизодов, описанный в книге. «История трагедии на Арабадской стрелке, когда поселение рыбаков, исследовали добыватели крымских татар, которые забыли депортировать. После того, как их обнаружили, их просто увезли на баржах в море и утопили. Эта история меня тронула и шокировала. Я начал искать те образы и тот визуальный язык, который бы мог мне помочь это показать». Передать трагедию крымско-татарского народа художник решил с помощью трех объектов своей инсталляции. В 330-килограммовой книге, сделанной из металла грузовых железнодорожных вагонов, в которых в далеком 1944 году депортировали крымских татар. Каждая страница весит 22 килограмма, что символизирует тяжесть страниц истории, которые тяжело листать в памяти. Вторая часть инсталляции представляет собой трехканальное видео с кадрами Узбекистана, куда была депортирована значительная часть крымских татар и кадрами крымской степи, как символа возвращения депортированных на родину. Третьим артефактом инсталляции является вода из Азовского моря, где произошла трагедия на Арабатской стрелке. На протяжении выставки она будет испаряться и оставит соляной след, символизирующий незыблемость истории крымских татар в памяти народа. Роман Михайлов не крымчанин и родственников на полуострове у него нет. Однако создать инсталляцию на тему депортации крымских татар он решил из патриотических побуждений. Притом останавливаться не собирается. Художник намерен продолжать изучать историю крымско-татарского народа и его трагедию. И в связи с этим обещает появление новых тематических инсталляций. В крымско-татарском сообществе трагедию своего народа депортацию сравнивают с голодомором, который погубил миллионы украинцев. И считает, что память об этом горе должна объединить оба народа в борьбе против российских оккупантов. Одним из напоминаний о трагедии крымских татар является инсталляция Романа Михайлова. Выставка в столичном Пинчук-арт-центре продлится до 10 января.